Приветствую вас, давайте разберем не Екатерина, а ваш вопрос. Так устало учиться, ищете вы совсем нет желания ходить на пары. От чего именно и конкретно вы устаете? То есть я понимаю, что что-то вас выматывает, я понимаю, что что-то вас изматывает, я отдаю в этом прекрасно себе отчет, но хотелось бы знать несколько более конкретно, что вас выматывает, вот именно выматывает. Далее вы пишите о том, что, значит, каждый день, каждый раз изо дня в день одно и то же. Приходишь, что все было выматривано, так и все из-за прогулок куча долгов накопилось. Но смотрите, каждый день одно и то же изо дня в день пишите вы. Означает ли это, что учиться вам неинтересно? Означает ли это, что вы учитесь вы через силу? Означает ли это, что профессия, которую вы выбрали, не представляет для вас какого-либо серьезного интереса? Ну, по крайней мере того интереса, который мог бы вызывать у вас некую обратную связь, эмоциональную обратную связь. Училась в одном колледже три года, бросила учебу, почему? Уехала в Москву гулять и развлекаться, года полтора прогуляла. Такое ощущение, что вы от чего-то бежали. Вернулась обратно в свой город, пыталась вернуться в свой колледж, но меня отправили дальше гулять. Что вы имеете в виду? Попробовала поступить в другой колледж, который в центре города. Взяли на платное, на второй курс. Зачем? Зачем? Зачем вы поступили в колледж? Почему вы так хотели это сделать? Проучилась полгода, перевели на бюджет, сразу стипендия за хорошие успеваемые. Вам нравилось учиться? Мать съехала от отца, уходила за бабочкой в деревню, отец живет один. Брат старший все время непонятно где, алименты не платят. Кто именно не платит алименты? Не очень понятно. Причем здесь ваш старший брат. Мне на время учебы выделили квартиру, но только при условии хорошей учебы и чтобы жила одна. Ну, если вам выделили, если вам именно выделили квартиру, то, наверное, это справедливо. Поднакомилась с парнем хорошим? Что значит хорошим? Моим однокрупником живем вместе уже с декабря, а втайне от отца в этой квартире. Ну почему вы делаете что-то, получается, втайне от своего папы? Почему вы так просыпаете? Так, в этот же момент я начала прогуливать учебу. Что произошло? Просто утром просыпаемся и не заставить себя идти на пары, а он и не против всегда. То есть вы как будто здесь перекладываете на него ответственность за то, что он не против. То есть вы как бы считаете, наверное, что он должен вас, ну, подгонять. Давно хочется бросить учебу, а зачем тогда шли на обучение? Начать зарабатывать. Чтобы что? Денег хватает на еду и начать с коммуналки. Еле долги по коммуналке пытаемся покрываться. Ни на что не хватает денег. Ещё ездить в колледж по 50 рублей в одну сторону, это на два человека в день 200 рублей лично поезд. Постоянная опасия и грусть. Из-за чего? Такое ощущение, Екатерина, что вы делаете всё через силу, такое ощущение, что мир вы воспринимаете очень вразивно, такое ощущение, что много вы себя заставляете что-либо делать. Такое у меня ощущение возникло. Плюс я бы разобрал ваши отношения с молодым человеком, почему из-за него вы не хотите учиться ваше отношение к деньгам, а детско-родительские отношения, потому что с родителями у вас явно недоверие есть. Ну и ваши собственные личностные цели и систему ценностей, которая имеет место быть. Апатия и грусть это давление, то есть вы чувствуете на себя давление, вы чувствуете, что на вас давит что-то. Я думаю, что это давление можно и нужно разбирать. Как правило давление оказывает некая обязательность, то есть вам вот кажется, что вы должны, что вы обязаны, что необходимо. Вот, хотя на самом деле это иллюзия по большому счету, но вы так считаете, тем не менее. Вот. Так что вот в таких направлениях примерно вам нужно двигаться. Обратите внимание Екатерины на то, что вы не задаете вопрос, вы не спрашиваете ничего у психологов и не совсем понятно, какую помощь вы ждете от нас. То есть вам необходимо сформулировать для себя вопрос к психологу, вопрос, в котором вы будете работать вместе со специалистом. Позаведовать здесь нужно, можно вам обратить внимание больше на свои чувства и поработать с ответственностью. То есть вот именно границы ответственности, личные границы в этом направлении я рекомендую вам посмотреть. Вот. Такая вот история. Надеюсь, что помог вам. Сформулируйте обязательно свой запрос. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь. Завن Совет. Убросил. Бегу. Надеюсь. Надеюсь, работа. Екатериbroк. Об sent... Надеюсь. Продолжение следует...